я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки остановить наш храм снимали тамара яковлевна настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма я староста храма что извините купили рядом с храмом дом а пойдемте впоследствии пригласил меня вот так вот эта церковь будет лоб лоб начало строительства 1860 храм очень намолен много людей приезжают храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадратов вот такая вот часовня вот это вот площадь магазины и говорит тамаре на что службы нет я говорю нет я же только сейчас слышал пение очень красивое женское пение ну вот то что идет служба я говорю ну вы же видите храм пустой никого нет резко не знаю как правильно сказать опять же пишем построен на яичных желтках даже во время войны нет ни одной трещины ну как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы посмотрите вот колокольня его показать я думаю видно колокола не висят почти вернее совсем нет вот своей стороны храма я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро камеру отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим сокол у вас здесь живет это же сокол да птица если правильно с моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там на небесах это зачтется надеюсь добрый вы считаете добрый я не только считаю а как его то по вашего охранника доблестного зала доблестного охранника а если погладить цапнет нет я смотрю он так это да крадется крадется лёвка привет не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой ты хороший да это она или он икону анны кашинской принесли старые люди которые делали уборку различить в разрушенной церкви вот икона анны кашин а пойдемте к ней подойдем к этой иконе что поближе люди чтобы дорогие друзья и подписчики вы рассмотрели о чем идет речь через какое-то время я стала замечать что икона начала очищать очищение вот пожалуйста друзья я трижды вызывала реставратора ее не взяли на реставрацию так как икона восстанавливается сама боже мой сколько я вам много сегодня рассказал храма по возможности реставрацию нашего храма дорогие братья и сестры давайте поможем этому храму крещение например детейшек проводится в этом храме все и то есть это можно к вам все вопросы да все все проводится и все праздники и крещение и венчание все в нашем хочется передать всем привет на речо нам всего доброго и приезжайте в гости я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки он храм и не есть храм николая чудотворца друзья вот так вот она выглядит вернее он этот храм со стороны где магазины сегодня выходной день много людей гуляет движение нормальное вот так потом выглядит со стороны магазина скажем так центральная часть этого пятачка друзья вот так вот эта церковь выглядит лоб лоб так вот пару дней снимают видео сегодня не пасмурная погода а солнышко светит вот так вот выглядит она со стороны главного входа здесь рогачевский цельхозрынок люди гуляют и вот такая вот она церковь церковь николая чудотворцы никольский храм сокращенно друзья вот такая вот стена или что это колонна видимо здесь была стена большая на месте этой сетки на стены этой со временем не стала годы ее съели и осталась вот такая вот такую стопу с кирпича потому что годы не пощадили эту крепость стену я так этому пишите в комментариях мои догадки что здесь была стена неприступная но то что от нее осталось а дальше сетка можно посмотреть здесь уже кирпичи некоторые вываливаются и она очень видно что древняя но как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы оборону держит оборону скажем так и что то еще осталось здесь друзья вороны каркают как назло но нам это не помеха я вот такой вот домик церковная лапка если кто помнит я берцает наш орван наш орел коршун сокол него много уже названий а благодаря моим видеороликам такой вот рам вид профиль думаю вам все видно как и мне друзья снимаю так же для вас со всех сторон что помоле подробно было видно интересно наверное надеюсь что вам это интересно вы поставите большой жирный лайк на это видео друзья вот такой вот храм вот церковь храм подокупала уже всем видно они какой то пленки по моему это металл будет позолотой позолотой будет наноситься так вот тот другой первый самый виден цена левее который купол но все равно очень красиво такие места они не могут быть некрасивыми друзья вот такая вот часовня вот это вот площадь магазины храм александра невского девятнадцатый век александра я думаю не очень яркое солнце хотя оно прям слепит глаза телефон греется безумно что-то не срабатывает фокусировка но думаю они не ловит он так ну-ка от жары наверное перегрелся я уже пару часов снимаю на свой телефон такая часовня вот такие ступеньки друзья и вот такая вот часовня давайте зайдем во внутрь поднимемся такие вот ворота двери вернее ручной работы я так понимаю копка копка из металла ручной работы и вот такая вот друзья красота посмотрите какие стены уже старые убитые временем связала краска с икон и преска как это правильно резко наверное друзья мы с вами у ворот храма в рогачёво старый древний храм 18 19 века друзья давайте зайдем во внутрь этого грамма и посмотрим более внимательно архитектуру сказали что там очень интересно местные жители люди уже выходят служба закончилась на сегодня я приду еще раз в это место поставить свечку за здоровье родных которые живы и за упокой умерших родителей которых уже нет надеюсь вы также чтите своих родителей и помогаете своим родным за здравия я имею ввиду поставить свечу и за упокой родителям у меня они уже к сожалению и живых нет думаю они видят то что я делаю в принципе благое дело и снимаю это все для вас друзья такие вот ступеньки такая дверь сколько интересно лет опять же пишите в комментариях ваше мнение сколько нам они уже стоят их две и вот такие вот ступенечки вернее то что от них осталось кстати вот я хотел вам показать пропустил и только сейчас вспомнил такие вот плиты я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро кучу камеру и более внимательно и сам конечно интересно почитать что здесь написано друзья и такая вот плита отгробный камень все воздвигнуть глубоко чтимому пастырю священно ирию михаилу васильевичу воронцову о воронцову любовью и усердием благодарных прихожан все таки я это прочитал друзья видимо древний русский язык вернее написано на нем и вот еще один даже вот скол видите все на красивейшее место красивейшее место вернее меня ноги привели и вот тоже священник михаил васильевич воронцов скончался 1896 году так понимаю 30 октября на 62 году от рождения видите как я уже читаю вот такие вот стены совершенно свежие как можете наблюдать краска побелка не знаю как правильно выразиться опять же пишите комментариях поправляйте меня сильный ветер опять поднялся начинает снимать почему-то поднимается такая вот резко не знаю как правильно сказать опять же пишем пусть будет икона на стене церкви храма такая вот икона друзья приезжайте сами и просмотрите все своими глазами я вот то что могу показываю вам но в живую конечно это намного интереснее наблюдать чем моими глазами территория такой вот храм я обещал вам поснимать его поближе карантин закончился почти и храм открыли можно зайти и помолиться давайте еще раз посмотрим какая вот она не изображены клики святых каких пишите комментариях друзья давайте пройдемся другой стороны храма посмотрим что здесь интересного есть такая вот территория и храм часовня друзья безумно интересно и красиво это моя наверное первая съемка в таком замечательном интересном месте подходе мы с вами еще к одной картине да почти не видно я думаю в ближайшее время это все закрасят поэтому давайте с просмотрим пока у нас есть такая возможность пока это все не исчезло навсегда может быть отреставрируют и восстановит картины иконы вернее а может быть их закрасят что-то другое будет или вообще будет просто белая стена видите кладка из красного кирпича поэтому так прохладно я думал бетонная но ошибся извиняюсь людям свойственно ошибаться вот божья матерь образ проглядывается если вы видеть другие святые всем обидно вернее напишите в комментариях считаете какие святые изображены на на стен на стене на стенах на в принципе здесь уже нечего больше смотреть вот так вот пойдемте обратно друзья клетка там живет хищная птица давайте пойдем и посмотрим что это за птица такая друзья вот такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим какой красавец это же живой не чучело хищный я так понимаю его или выпускают или клетки кормят птица шикарная конечно сильная шикарная птица нет сильно и это наверно свободная но сейчас она клетки слышите как он это пение можно назвать или не знаю как но очень красиво на мой взгляд устрашающие красиво страшно скажем так это сокол если не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня в комментариях такая птица такой большой клетки большая клетка такой вот шикарный сокол добрый день добрый день как вас зовут извините меня зовут тамара яковлевна сейчас секундочку следует пройдут они это не идите ко мне лена пожалуйста тут сказать чтобы пока остановились после суммы вас не будет добрый день добрый день как вам можно обращаться тамара яковлевна вы не расскажете про этот храм здесь проездом просто людям немножко храм постройки 1860 извините начало строительства 1860 освещение к службе 1885 храм построили бывшие ремесленники были у нас такие мошкины храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадратов храм очень намолен много людей приезжают из дальних стран иностранцы да иностранцы посещают одну экскурсии храм очень и очень намолен а вот сокола у вас здесь живет это же сокол до птица если правильно коршун да а как он вообще у вас так вот появился после впервые увидел чтобы при храме вот так вот пока он у нас проходит адаптацию почему потому что голуби вороны и впоследствии значит с ним будут заниматься чтобы он у нас был охотником пусть его будут выпускать конечно то есть подпускает к себе садится на руку да да ну наверное каким-то определенным людям до кто его кормит его кормит кто часто подходит к нему разговаривает с ним ну в общем вот тамара вы не расскажете историю храма вообще чтобы люди знали может кому интересно будет как папа как вообще вот он образовался на этом месте и как образовался рогачева это бывшее купеческое село и собственно наследство купцов был построен вот такой храм купцы работали в москве а семьи проживали здесь вот эти дома которые на площади это бывшие купеческие дома то есть извините они уже стоят или их смесли что-то другое поставить нет это тех времен стоят значит какого года извините они людям интересно будет какого года строения ну я вот за дома не знаю а за храм я уже ответила это раз во вторых значит храм строили всем миром вот здесь по деревням привозили ну как посылали людей и храм построен на яичных желтках даже во время войны нет ни одной трещины кроме того что вот больницы ну как вы считаете может быть что-то вот наполните чем-то ваш рассказ чтобы что-то я может упустил потому что я мало что знаю в этом месте может быть вы что-то от себя добавили бы интересно не только на мои вопросы ответили а что-то еще я тебя добавили от тебя значит что можно еще добавить вот с той стороны храма захоронение всех священнослужителей кто служил в этом храме то есть там просто 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 камни или именно там тела лежат нет там были тела и сейчас они там есть но во время коллективизации так сказать все это было снесено это что мы нашли мы поставили вот там могилка это последнего священнослушителя этого храма который умер от разрыва ну в общем от инфарта когда сбрасывали колокола колокола тоже я вот наверное надо часовни если правильно подниматься туда и снимать я так пока тяжелый вход еще не дошли у нас руки а пойдемте вы мне пока вернее вот нам покажете то что вы хотели показать людям памятники я так понимаю да там есть фрески пойдемте я вот здесь пойдемте как вы сказали я их снимал но я стороны да да ну пойдемте вы расскажете просто я просто снимал а вы более подробно людям расскажете будет интереснее смотреть потому что я в основном поснимал как бы внешний вид реставратор они сказали что фрески подбежат реставрации и пока не трогали эту сторону только пока та сторона у нас делаем пойдемте поближе подойдем чтобы люди видели чем а так вот как отапливался храм когда делали ремонт этой половины то даже из москвы приезжали и фотографировали как было сделано отопление отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного что люди приезжали и смотрели что необычного необычная но отопление само по себе храма значит раньше когда он отапливался дворами то дровами то это было восемь кубов за одну топку на неделю согревался храм и вот раз в неделю топили но для того чтобы сейчас топить то это на бригаду в лесу держать вот сейчас уже сделали теплые полы газовое отопление ну а воздуховоды так и сохранились то есть там все осталось да не замуровали значит замуровали только вот вход вот с этой стороны это вот это да я так понимаю друзья вот это вот код то и здесь висит вот такой вот замок посторонним людям сюда войти не получится но я думаю вам и так понятно как говорится разжевали и положили вам в рот вы знаете значит еще особенность храма те строители которые ремеслики которые начали строительство этого храма впоследствии присоединились купцы и естественно средства купцов уже нос с божьей помощью был построен такой храм потом здесь недалеко у нас есть фикарья храма нашу доходная была и по ней товары привозились значит сюда а отсюда уже купцы висли в москву вы нам извините не покажете вот то что вы хотели я вас отниму вас еще немножко времени камни вы сказали один очень интересно потому что храмов по проходит реставрацию я думаю вот эти кадры которые сейчас они потом их уже вернее храма изменится откликнется и нам поможет а давайте вы скажете вы можете в принципе передать привет родным если вы у вас есть такое желание и плюс рассказать вот попросить о помощи на помощи на данный момент храм очень нуждается в помощи зимняя половина храма сделано в той стороны летняя часть храма значит там только штукатурка и пока больше не вторую половину перегородка перевели перед нет за что делать может иностранцы посмотрят и откликнутся ли кто-то из наших из отечественников но если самый большой храм московской области как ювеналий сказал это храм христа спасителя московской области но у вас меня занесло сюда случайно но я сам от любуюсь любуюсь какой день уже прихожу и вот как божий умысел это то что я здесь оказался не снимать потому что самому очень приятно я думаю людям будет очень его очень приятная женщина вот колокольню до вы сказали ну я думаю да такое вот друзья дом тамара яковлевны вот цветы конечно я думаю дорогие дорогие друзья и подписчики если кто-то из вас может помочь чем-то этому храму какая-то какую-то копейку как говорится копейка рубль бережет и может быть поможем все вместе на восстановление этого замечательного храма потому что таких мест немного уже в россии осталось я думаю благодаря нашим силам нашим совместным усилиям мы сможем что-то сделать в этой жизни доброе и хорошее а также спасибо от души тамаре яковлевне за ее то что они отказалась дать интервью рассказать потому что многие люди просто убегали они видимо боятся видеокамеры не хотят попасть интернет но например я когда сюда приехал мне очень тяжело было вообще историю этого храма узнать до сегодняшнего дня до сегодняшней минуты до сегодняшнего часа скажем так давайте пройдемте дальше куда вы хотели нас с подписчиками и просто со зрителями показать нам это место я захоронение святых я так понимаю да пойдемте знаете очень много смотрит людей я думаю что люди вот приедут и думаю но есть богатые люди которые им куда-то нужно деньги вложить вот а я считаю то что вы знаете вот если честно даже камень с тех времен я его убирать не стала потому что это не просто куда-то положить деньги в банк под процента это войти в историю как говорится если помочь доброе дело не просто доброе дело даже не знаю сколько у меня нет вот эту креску я уже реставрировали а пойдемте поближе подойдем и вы я вас на пони извините а вы про эту преску не расскажете мне можете вот сюда вот встать напротив я вас я не расскажу просто конечно значит вот это отбившего захоронения вот те памятники а вот это могилка могилка последнего священнослужителя этого храма вот какая извините друзья дорогие друзья давайте поближе посмотрим что нам тамара яковлевна показывает вот тамара яковлевна а если по точно как это вот сказать так чтобы могила или памятник значит я еще объясню вот потому что мы не знаем где были точно все захоронения поэтому вас поставили крест для всех друзья вот он крест задалека то есть этот крест он общий получается общий крест потому что были раз было разграблено все и мы не знали где где какая могилка заграбил кто во времена войну нет ни войны почему в тридцатые годы у нас сбросили колокола здесь храме был можем и что здесь не было тракторный станк зернохранилище все было когда храм забрали девяносто шестом но реставрация более такая активная началась девяносто восьмом но пока документы оформляли в общем священнослужителя мы не стали ставить памятника поставили крест потому что друзья вот такой вот крест давайте посмотрим что здесь написано про ты и рей воронцов холер михайлович друзья думаю чем видно вот интересно такое вот захоронение вот отсюда крест вот так показано еще здесь же были камни и ну вообще ну грязно очень было я когда начала клумбы разрабатывать и привезли мне торт под этой лиственнице значит машина провалилась по по крышу не по крышу а на маске села я заглянула с одной стороны кладка была и другой мы значит снова освещали это место захоронение делал захоронение открывания и больше всего ни одну машину я сюда не запускаю здравствуйте слушайте как интересно дорогие друзья подключите вы видите как интересно я уже отчаялся и думал мне никто не расскажет об этом месте и вот добрый человек появился наверно это более чья то выше чтобы узнали потому что думаю если бы это не было чья то воля то навряд ли бы сейчас тамара яковлевна нам что-то рассказывала спасибо вам большое что-то еще интересное скажете для фактически поскольку снесен был полностью забор я высадила зеленый забор почему потому что но другого выхода не было денег всегда не хватает вы так и не сказали может вы кому-то привет передадите из родных из близких есть у вас кто кто-то кому вы хотели есть в красноярске есть сестры и вообще все родственники конечно я бы очень хотела передать им привет и кроме того у двоюродной сестры муж священнослужитель очень приятно очень приятная женщина спасибо вам большое от лица подписчиков от моего лица думаю люди посмотрев это видео обязательно приедут сюда вот святое место а также надеемся то что вы найдутся откликнутся люди которые смогут финансово как-то помочь а я знаете я тоже снимал давайте еще разок поснимаю для людей вот друзья видите да я из норильска купили рядом с храмом дом а пойдемте впоследствии пригласил меня работать вот я в принципе сказала что я мало знакома с религией что мы сейчас все учимся вот таким образом я 18 лет работаю в храме это очень долго кем вы приходите значит да но сейчас после операции уже не работаю но я все равно работаю а вообще староста храма была вот такой к вам вопрос вы не смогли бы мне сказать банковский номер карты банковской чтобы я под видео указал и может быть люди будут какие-то делать перечисления можно это будет у вас взять информацию эту значит мы сейчас можем пройти за свечной стол и у них там есть реквизит ой как здорово то есть и люди могут по этим реквизитом делать знаете даже как на душе светло стало то что все таки я смогу наверное это тоже с моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там хана небеса кота зачтется надеюсь на выборе вы считаете добрый я не только считаю но вот храм настолько намолен вот мы как раз подошли ко дну это здесь находится свечная лавка но когда первый раз услышала пение англо или подумала что я батюшке только рассказала через три года подумала что примут люди неправильно слышу поют включил меня никого в раме нет я прошла вперед значит прекратилась прошла назад сюда снова это будет и пение и потом когда приезжали туристические группы но здесь недалеко от нас есть поселение лопни оттуда часто приезжают туристы а вот ну где ширине тело порт международный так вот они мне ответили что знающие люди приходят и слышат пение англо вы знаете я тоже был в храме но там пели девушки но или женщины я просто возраст не знаю какой по голосу сложно понять но настолько это красиво было я вот был других церквях на настолько я вот как это правильно хор или как вот сказать на что у меня поправить и такого пения я не слышал и вы знаете у меня тоже жизнь такая я до этого на вахте работу и не заплатили потом я без денег на вокзале ночевала то есть я уже отчалился его случайно приехал сюда а у меня три года назад матушка под поезд попала вот и как бы я остался сиротой отца у меня по сути нет я с ним никогда не поддерживал отношения тяжело мне об этом рассказывать но вы знаете я своей жизни очень много и матушку бывает не слушался и поступки мне не очень хорошие были вот я уже отчаялся совсем хотел на себя даже руки наложить даже пытался было такое и алкоголь пытался и много чего я пытался как вам так сказать и вчера у меня мысли были то что жизнь еще не окончилась то что может быть у меня еще есть шанс как-то стать наверное человеком действительно что-то изменить своей жизни как-то закончить ее достойно да и вы знаете я оказался в этом месте я сам мурашки покупок по телу бегут я по коже я оказался в шоке то что вот храм вот это вот все напротив я в общежитии живу здесь рядом и то есть я уже настолько отчаялся и здесь вы знаете такой начальник у нас хороший его андрей зовут кстати андрей тебе привет наш бригадир жена его здесь тоже надежда работает дочка анастасия приезжает сюда тоже свободно от учебы время работать и вы знаете вот как какую-то семью попала стал ее частью и я не знаю конечно я вот уезжаю на днях вернусь сюда или нет самого но все-таки чудеса бывают они случаются и наверное это таки бог он есть и я здесь не просто так оказался плюс птица вот чудо птица я ее назвал и вы знаете насколько я отчаялся уже в этой жизни меня вот видеосъемка как успокаивает все таки наверное если бы не блогерского я бы наверное уже не ходил по этой земле погрешный я вот на лавочке очень часто здесь парке его тоже снимал я сажусь после работы прихожу сюда и любуюсь вот на этот храм то есть такой полумрак уже темнеет и очень здесь красиво поэтому я думаю да то что все-таки наверное это были ангелы место действительно очень сильное место очень сильное место очень намолено и когда приезжали паломники из питера стран штата и в общем отзывы даже палом место исправления скажем так потому что я тоже вот какие-то гадости в жизни не творил показался здесь и наверное что-то я должен сделать чтобы закладить какую-то свою вину там перед мамой перед родными и близкими просто перед людьми кого обидел может быть когда-то и поэтому оказался здесь а может у свой дворик покажете можете просто клумбу показать мы во двор по мне будем заходить цветы а пойдемте поближе подойдем покажем нашим зрителям подписчикам и просто людям на мишке у нас зелени не было для меня все это было вновь диковину сначала учила название цветов а потом младше устройством я уже здесь дедушка торгует сиренью я вот тоже не взял я сам в воронеже посадите себя сирень там тоже у нас есть но такой сирени нет здесь она у него он сказал из питомника может у вас там где то есть питомник а у вас собаки надеюсь нет просто я человек с улицы чтобы я заранее интересуюсь это виноград друзья видите даже подмосковье растет виноград а скажите вообще как подмосковье реально это так вот виноград плоды урожайность есть не реально я по три ведра собираю друзья видите как все-таки ассорт такую может мы нашим а может по сорт скажите винограда чтобы люди знали может изобава друзья вот изабелла растет московской области а как его такого вашего охранника доблестного замуж если погладить цапнет нет я смотрю он так это за крадется крадется елка привет не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он это моя елка друзья или были то нет я здесь пока мало где был это вот отсюда буквально вот где чудо значит монастырь постройки тысячи восемь тысячу триста шестидесятый год друзья я думаю вы узнали то что вам было бы интересно давайте прощаемся давайте елка ее зовут елка давайте с давай пока тебе подписчиков пока елка давай пока все мы пойдем тамара якобы она правильно да очень приятная женщина спасибо спасибо вам большое у меня просто вот тоже мама у меня была но вот ее к сожалению не стала поэтому а тоже не очень добрый была человек очень общительный отзывчивый поэтому дай бог вам здоровья крепкого долголетия и спасибо от подписчиков просто от людей кто зайдет и увидит этот видеоролик и насладиться вот этой красотой может быть сам захочет приехать в это место скажем так святое намоленное да и посмотреть название храма значит николая чудотворца храм николая чудотворца все видите как просто пришел уточнить название я вот ролики снимал до этого пару роликов но название хотел более точно узнать и зайти в храм вот мы с вами встретились друзья вот такая красота на улице жара плюс 28 здесь прохладно приятная прохлада посмотрите сколько икон вокруг очень красивое место давайте поближе подойдем и посмотрим такие вот друзья иконы старинные даже я думаю есть лампада горит такая красота друзья как красиво смотрите какие высокие потолки такие вот иконы с ликами святых посмотрите как красиво безумно красивый храм друзья посмотрите вот Продолжение следует... Божьей Матери Смотрите, здесь Как картины стоят Красиво Я думаю, такое вы не каждый день увидите Такую красоту Такая вот картина И кобра, вернее Смотрите, я думаю, это ручная работа Какая красота, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровску Светлана Николай Чудотворец Действительно творит чудеса Друзья, я очень долго пытался поснимать этот храм И вот мне сегодня это удалось Как раз за пару дней до моего отъезда Вернее, нам с вами это удалось, друзья Посмотрите Я думаю, это ручная работа Нажмите на паузу, если хотите подольше посмотреть Такая вот, друзья Картина Икона, вернее Вас пожертвовать на реставрацию нашего храма Дорогие братья и сестры Давайте поможем Этому храму Все реквизиты будут под видео И вы сможете сами приехать Лично пожертвовать какие-то средства свои Или отправить Пойдемте мы тогда Дадите реквизиты Чтобы подписчики видели Что из ваших рук Чтобы это более достоверно выглядело Добрый день Так, это реквизиты Маскового храма По возможности Реквизиты Дорогие друзья и подписчики Под видео будут Это банковская карта Номер, я правильно понимаю? Это все реквизиты храма Да, друзья Это то, что мы даем прихожанам Кто готов нам помочь Дорогие друзья и подписчики Я думаю, для вас это не будет очень сложно Сделать большое дело Тамаре Яковлевне Мы пожелаем Большого и крепкого здоровья Долгих лет жизни Всегда так же улыбаться Очень красивая женщина Спасибо вам большое Спасибо То, что вы меня сказали Мне даже неудобно Только вы сюда куда-нибудь Давайте на фоне храма Заходит постоянный наш прихожанин И говорит Тамара Яковлевна А что службы нет? Я говорю нет Я же только сейчас слышал пение Очень красивое женское пение Ну вот, то, что идет служба Я говорю Ну вы же видите, храм пустой Никого нет Покажите мне то место Где вы слышали это пение И он меня вывел из храма И у нас, значит, большая трапестная Ну вот, это, при храме Он говорит Вот здесь слышал А где вы не покажете это место? Друзья, очень интересно Потому что я тоже слышал Но я скорее всего слышал Я еще не входил в храм Вот здесь То есть он выходил из храма и Заходил в храма А, заходил Вот оттуда он входил И вот здесь это пение было А когда открыл дверь Видит, что ничего нет Ну вот, стало быть Вот так Ну а друзья, чудеса бывают И в реальной жизни Вот такие чудеса Поэтому давайте поможем Кто чем сможет На реставрацию Реставрацию этого Замечательного храма Я, может быть, тоже какое-то доброе дело делаю То, что я снимаю Выкладываю это для вас Все, конечно, свои грехи я не смою Но часть какую-то из них, думаю, мне удастся Хотя Ну я еще много могу рассказать Давайте, конечно, очень интересно Нет, вы меня извините Вот икона Анны Кашинцевой А пойдемте к ней подойдем К этой иконе Чтобы поближе люди Чтобы, дорогие друзья и подписчики Вы рассмотрели О чем идет речь Это икона Анны Кашинской Это единственная святая Которая канонизирована дважды Здесь, недалеко по Клинской дороге Есть поселение Кашина И сын ее, младший Построил для нее там монастырь Когда принесли нам эту икону в храм Мы даже не могли различить лик Черная была вся Через какое-то время я стала замечать Что икона начала очищать очищение Вот, пожалуйста Друзья Я трижды вызывала реставраторов Ее не взяли на реставрацию Так как икона восстанавливается сама Бывает, тут плачет иконы Такое тоже Вот даже венок Венец Начал проявляться Как свечивает немножко Вот это все равно Видно? Да Это икона чудотворная А где у нас Никола Крымский? В алтаре В алтаре, да? Ну вот, не могу показать Еще одна очень чудотворная икона Значит, но на данный момент она в алтаре находится Мы не можем ее показать А вот Это Никола Можайский Или Крымский по-другому Тоже икона восстанавливающаяся сама А то, что плачет иконами Бывает такое вообще? Значит, то, что мироточила икона там Просто очень много про это слышал И роликов Тоже видел, люди рассказывали То, что И бабулька мне моя тоже рассказывала Ну, никогда не видел просто Может быть, в вашем храме что-то есть Удивительное Друзья мои Сейчас ее отдали на респодакцию Эту икону То есть, она вот так вот Да Это Казанская Божья Матерь Угу Ну, вот мы повесили специальное объявление Что икона находится на респодакции Угу Угу Такая икона, друзья Икона Божьей Матери Казанская Священник Сергий Сапрона Да Сергей или Сергий Правильно Сергий 2 октября 2019 Значит, вот это старинные иконы Которые люди приносят в храм Угу У кого от бабушек осталась забота Ну, это очень-очень старинные Ой, вы знаете, могу я привезти У меня есть очень-очень древние, старые Я не знаю, как правильно сказать Они, наверное, денег очень больших стоят Но я не хотел бы Я хотел бы их просто отдать Могу я и заодно поснимать, как я вам их привезу Чтобы это все задокументировано было Могу я отдать вам иконы 3 или 2 Очень они, как сказать, от прабабушки остались Это вы сообщите, когда вы приедете, чтобы мы пригласили настоятеля Через месяц Через месяц Да Значит, если вы сообщите, мы пригласим настоятеля И он у вас примет Их же надо будет освящение делать Да, они в доме, дом уже разваливается весь А иконы, они, знаете, они очень, я не очень разбираюсь Но я думаю, что они очень Прабабушка вот умерла лет 5 назад Ей был 101 год Елизавета ее звали Вот, матушка ее дохаживала И 101 год ее вот не стало И иконы остались Они просто покрываются паутиной Я боюсь, что в дом залезут И просто разграбят И на черный рынок их сейчас очень это модно А я бы хотел, вы знаете, я не вечный Кто его знает, может быть завтра Что будет завтра Есть захоронения Мостяных Это те, которые, значит, начинали строительство нашего храма Вот у нас висит табличка Это по им завещанию Они ее усыбуют, похоронены в храме Вот это, извините Вот этот квадрат Квадрат Да В захоронении Это захоронение первого, начало Ну как Кто начинал строительство этого храма Вот, друзья, такое вот интересное захоронение Я сразу бы и не подумал То, что А можно, да, ходить или По их завещанию, значит, они завещали, что люди должны приходить в храм И знать, где находятся их мощи Тамара Яковлевна, я имею в виду, нельзя же по могиле ходить Это же могила, получается Это по их завещанию То есть можно наступать Да Вообще, значит, родственники Мошкиных У них свой склеп на Новодевичьем кладбище в Москве Остальные, все их родственники похоронены там Только вот они мужчиной похоронены Друзья, все-таки, да Как-то мне не по себе наступать Тем более На захоронение Вот, думаю, всем видно А это какой язык, древнерусский Или как, это латынь? Латынь, да Вот, на латыни, если кто-то Я не очень хорошо умею читать Если кто-то из вас Можете нажать на паузу И У меня коленки хрустят И Перевести, что здесь написано А икона, извините, вот висит Это Вот эта вот икона Вот эта вот икона, извините, висит Это относится все к этому, да? К захоронению? Да А что за икона, еще раз, не поясните Так, это у нас икона Сергея Радонежского Так, а она то есть просто здесь находится? Да, она просто находится здесь А вот остальные иконы Вы что-то про них знаете, чтобы поближе посмотреть И людям рассказать? Ну, в основном это новые фрески, списки А пойдемте, вы покажете Чтобы максимум интересный ролик получился И чтобы люди знали Вот старинные иконы Три Петра и Павла Так, давайте Так, какие вы сказали? Вот эти три Петра и Павла Петра и Павла Это Рождество Друзья, Рождество Христово Красиво Вы можете приехать и посмотреть С моими глазами Не только моими А также своими глазами И вот А здесь я смотрю Тамара Яковлевна Здесь даже вот Недавно мы ее принесли И мы пока еще не можем определить кто-то Даже видите, верх еще не это У меня вот приблизительно в таком же состоянии Вот что-то наподобие таких икон Я бы, наверное, я вам их Именно в этот храм Адаму привезу Вы знаете, я вызываю когда реставраторов И они уже смотрят И, ну, когда вот такие иконы приносят И говорят название То есть я могу При мне это все будет, да, делать? Конечно Просто Настоятель будет у вас принимать И настоятель он тоже уже знает Так, еще такой вопрос Здесь же охраняется все, да? Чтобы я был спокоен То, что я отдал Храм находится Под наблюдением Видеонаблюдением Ну да, у вас здесь на каждом углу почти, да Ну что Это очень хорошо, друзья Ну что Здесь все входили иконы Значит, это иконы Те, которые приносили люди И То есть и моя Здесь тоже будет находиться Конечно Конечно А кто ее будет? То, что это я Как бы Вы знаете Вы знаете Когда люди приносят иконы в храм Никогда не надо указывать Кто? Почему? Потому что это ваш дар храму Ваш дар Богу Чтобы люди дальше молились на эти иконы Друзья, я думаю Бог все равно Видит все Конечно И будет знать То, что Это именно я Сделал Такой большой поступок Никуда не отнес Никакой ломбард А именно Отдал храму Это Икония Николаевича Докорца Игра, где еще на храмах Значит Это список Сделан Монахами Афона Друзья, давайте посмотрим поближе Такая вот Икона Николая Чудотворец Который творит чудеса Я здесь тоже чудом оказался Больше это никак Не назвать Кроме как чудом И Видимо иконы Теперь Мои прабабушки Нашли свое место Где они должны быть Поскольку мы все не вечные А храм Я надеюсь Еще долго простоит И эти иконы Будут людям приносить Радость Ну вот эта перегородка Отделяет летнюю половину храма И зимняя Зимняя половина храма Отапливалась И отапливается Вы показывали, да? Да А летняя часть храма Не отапливается Но Когда мы сделали Теплые полы Вот здесь Для этого отопления Отхватывало на весь храм Какой, друзья, храм Большой-большой Зал Очень красиво А стены здесь, извините Они Это Камень Толщина стен От метра двадцать До полутора Потому что здесь очень прохладно Хотя на улице Тридцатиградусная жара А здесь прям Хорошо Очень приятная прохлада А не кирпич Или Камень Значит Колодные Сделаны из белого камня А вообще Кладка Кирпич Красный Боже мой Сколько я вам много Сегодня рассказала Вы знаете Мы с вами Я думаю Вы в первую очередь Сделали очень большое дело Мне еще предстоит Привести иконы Сделать дела Ну и выложить это видео Сделать монтаж Достойный Чтобы Ничего не пропустить То, что я Снял Снял Да Поэтому Надеюсь Мои дорогие друзья И подписчики Вам понравится Это видео А если не понравится То все равно Найдутся те люди Которые 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 Будут Ближе Знать Московскую Область Да Прекрасный Друзья Такая вот Красота Почему я вам говорю Жду Так Вот это площадь Храма 960 квадратов Так Давайте заново Вот это площадь Храма 960 квадратов С той стороны Летний храм 680 Ух Как много Да Это не считая Общая площадь Храма 1800 квадратов Самара Яковлевна Может быть рада Я вам покажу Может быть расскажете То что вот здесь При входе в храм Картины Вот я смотрю Фотографии Это Делали Ну Другие Первоначальные Другие Другие Вот пожалуйста Здесь еще не ворот У нас ничего нет Ну Это вот первоначально То же самое Значит Только храм Вот Старожка Эта Критичная Красная Больше ничего Ну Ну Друзья Ну Обидно Никольский собор А что значит село Рогачево 1500 год Это когда Это когда Получается уже 500 лет Да Друзья Если быть точнее 520 лет 520 лет Этому селу Здесь говорили Я услышал Село было Здесь Мужики сильные Только работящие Жили И Что-то Какой-то Купец был Говорили Его Забили То ли рыбой То ли чем-то Не слышали Такого Мне Вот У вас Уходила Женщина Она по-моему Тепчая Или как это правильно Сказать Вот И я ее спросил Она говорит То что здесь Человек Именно мужчины Были Очень сильные Какой-то был Какой-то с кем Вы разговаривали Она в общем темном Была А? В общем темном Была Здесь? При выходе Она с батюшкой В машину Садилась Вот Но Я очень ее умолял Чтобы она мне на камеру Но она мне отказала То есть Сказала То что Она точно не знает Вот И поэтому Я уже отчаялся И вас встретил А вот это Расскажите пожалуйста Вот эти вот Может Потому что Это вот Крестник Сгнатит Друзья Такое вот Такие фотографии Это же фотографии Правильно? Это фотографии Да Православная школа А здесь сейчас есть Православная школа? Сейчас на данный момент Все закрыто А вообще была С вирусом Карантином Сейчас закрыто Друзья Вот здесь Мы находимся Внизу В балконе Вот эта фреска Тоже Вызывала Это фотографии Сказали Что Надеюсь Подлежит С этой стороны И с этой И вот Друзья Давайте Отойду Вот Видите Какая фреска И Пойдемте К выходу Друзья Значит Объясню Почему Нет Вот Забрасывали колокола Посмотрите Вот Это колокольня Да Вы покажете Это колокольня В 30-е годы В 32-й Где Последний Священный Служитель За коронью Значит При нем Это колокола Оттуда Сбрасывались И Задели Вот Это Белый камень Где Вот Видите Да Да Друзья Значит Так Вот Здесь Это Белый Камень Он Уложится Вот Так Полтора Метра Значит Икону Анны Кашинской Принесли Старые Люди Которые Делали Уборку Значит В разрушенной Церкви И Нашли Среди Хлама Вот Эту Икону И Принесли Ее Нам В храм И Вот Я За этой Иконой 15 лет Наблюдаю Икона Восстанавливается Сама Дорогие Друзья И Подписчики Если у кого-то из вас Есть Иконы Вы можете И вы не знаете Может Каким-то обстоятельствам Семейным Они у вас Просто лежат То вы можете Их сюда Будет адрес Под видео Адрес Этого храма Более точный Вы сможете Привезти И отдать И храм Я думаю Вы сделаете Большое дело Не только для Своей души Также для Остальных Людей Значит Это Птица Это у нас Коршун Поднемте поближе Подойдем Посмотрим Этого Коршуна Я думал Это сокол Даже ролик Назвал Сокол Оказывается Я ошибся Друзья Прошу Прошу прощения То что Оказывается Это коршун Пишите в комментариях Как вы считаете Сокол Или коршун Ну друзья Пошли к нашему Другу Снова Красавец Да Такой Орлан Орел Такой Это коршун Друзья Не орел Но Все-таки Так А теперь Расскажите Подписчикам Ну Приобрели его Для того Чтобы Значит Здесь Очень много Галок Ворон И Чтобы он Отпугивал А что Чем они Мешают Вот эти То что Они каргают Во-первых Это То что На колокольне Пока у нас Нет Ни жалюзей Ничего И Гадят Гадят То есть Чтобы он охотился Да А вообще Он Сказали Откуда он Здесь Как он оказался Мы Кто-то Из Прихожан Подарил Нам Потому что Какие-то Кто-то Говорил Клетку Сделали Друзья А кто-то Говорил С питомника А кто-то Вообще Говорил Лапка Сломанная Была И люди Его Подобрали И отдали Вам И отдали Нам То есть Какая Из версии Правдивая Вот То Что Люди Подобрали И отдали Нам И Вот Мы Для Ни Сделали Вольер На Четверо Домик Вот Нас Привозим Опилки И Друзья Опилки Друзья Смотрите Он Нам Улыбается Такой Вот Коршун Совсем Это Не Сокол О Как Рук Он Уже Ко Мне Более По-доброму Отно Носится Я Уже Здесь Четвертый Раз Вижу Второй Или Третий Нет Второй Раз Я Вижу Но Он Уже Нам Улыбается С вами Смотрите Как Он Улыбается Привет Сегодня Я Снимаю С руки Без Селфи Палки Я Был Нему Проходил Посмотреть Название Храма Но Столько Снял Всего Что Где Действительно Когда Готовишься Заранее Ничего Не Получается А Когда Ты Не Ожидаешь Море Информации Сегодня Для Вас Удалось Мне Улыбить У Там Там Я Я Я Я Я Друзья Смотрите Как Он Нам Улыбается Такая Милаха Да Друзья Ой Какая Милаха Какая Милаха Такой Вот Клетки Живет Такой Добрый Коршун Чудо Птица Друзья Ее Назвал Жар Птица Даже Наверное Это Как Сказки Может Этот Мультик Смотрели Читали Сказку Когда Жар Птица На Себе Мальчик Маленького Маленького Мальчика Переносила Так Живи Коршун Мне Приснится Я буду Во сне На нем Летать Вам Друзья Давайте Пусть Отдыхает Не будем Тревожить Лишний Раз И Без Нас Хватает Зрителей Кто Надоедает Это Чудо Птица Поэтому Пойдемте По Своим Делам Друзья Друзья Смотрите Как Он Олыбается Все Не улыбнешь Еще А Кравыч Видите Как Как Будет На себя В зеркало Смотрим Милах Товарищ Вегулированный Он У нас Питается Только Окрачками А А Мышей Живых Ничего Спасибо 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 Большое Занимаюсь Прополкой И громадное спасибо, дорогие друзья и подписчики, и просто не проходящие и уходящие люди. Моя любимая фраза. Еще раз повторюсь, скажем спасибо этой сильной женщине за ее труды. Настоятель храма, который в основном занимался реставрацией, это Захаров Михаил Владимирович, первый настоятель храма. И впоследствии продолжил его начинание по реставрации. Это Клименко, Ягумен, Григорий. В основном все реставрационные работы были сделаны при Ягумене. Отце Григорию. Вот, друзья, теперь мы знаем историю этого храма. И людей, которые восстанавливают. Вот, вот, дом Божий. Такая вот красота. Вот такая красота. Друзья, очень сильное место. Это чувствуется, когда вы находитесь на территории. Поэтому пишем комментарии, ставим лайки, а также подписываемся на канал. И не забываем приезжать. Наверное, первым делом приезжайте сюда, в это место, а потом уже все остальное. Остану 6 лет. Это еле голубой. 7 лет. Друзья. И шарообразные. Толбоковые. А вы их как-то сами, да, подстригаете? Я только по мальчику сажала. А ухаживают за ними тоже жатаро, да? Конечно. Вот, друзья, такая ель. Кстати, такую же себе хотел посадить-то участок. Голубой. Такую каштан. Точнее. Почему? Ну, вы знаете, всегда как-то хвоя, и я ее в центре посадила напротив входа в храм. Медвуху, еду. Не пытались сработать. А у вас дом ваш не пытались купить, не уговаривали? Место такое? Вы знаете, я не хотела продавать свой дом. Я объясню почему. Во-первых, всю жизнь прожившая в Норильске. Нас мама маленьких туда привезла. И там, где не было храма. Я считаю, что это Бог меня сюда привел. Вот что купили. Это был разбившийся дом. Вот. Ну, восстановили и... Вот дом Тамары Яковлевны. Дом Тамары Яковлевны, друзья. Вот так. Спасибо. Хочется передать всем привет Норильчанам. Всего доброго. И приезжайте в гости. Спасибо, Тамара Яковлевна. Обязательно приедем. Дорогие друзья и подписчики, если у вас какие-то будут вопросы, Тамара Яковлевна, настоятель храма, я правильно понимаю? Нет, я не настоятель храма. Я старостка храма. Старостка, извините. А сейчас уже на пенсии. Вот. Ну, какие-то вопросы люди могут, да, к вам зайти и спросить? Конечно, конечно. А вот крещение, например, детишек проводится в этом храме? Все. И то есть это можно к вам, все вопросы, да? Все проводится. И все праздники, и крещение, и венчание. Все в нашем храме есть. Друзья, поэтому, если что-то... А адрес такой более точный у вас? Площадь Осипова. Храма адрес 26. А ваш дом 1А, да? 1А. А улица? Осипова, площадь Осипова. Давайте, пойдемте на выход. Друзья, давайте, мы с вами уже пойдемте на выход. На сегодня хватит. Поэтому не забываем ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал. Дизлайки тоже можете ставить. Но лучше, конечно, лайки. И жирные. Пока-пока-пока. Друзья, думаю, видно, колокола не висят почти. Вернее, их совсем нет. Нам говорила женщина, что их поскидывали. Которая нам провела экскурсию по храму, по его территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова